Девушки отдыхают 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 Если у вас совесть есть, отпустите меня без отчёта. Мужик я сознательный, как и вы все тут, дорогие товарищи. А ежели я с сено Савинов таскал, так не больше других. Тебе чего, Герасим Никитич? У меня реплика на сёмку. Так, давай, только покороче. Вот тут Сёмка разорялся, что я ему раму не связал. Ну, свяжу я тебе раму. А что ты с ней делать будешь? Стекло у тебя есть? Нет? Так что ж ты нам про стекло не докладаешь? Ты лучше скажи, сколько долгов по единому налогу. Сам скажи, у тебя в связках записано. Можно сказать? Кто такая? Верка, жена Тимохи Вострякова, того самого. Вот что, молодые кадры. Куда лезешь? Надо. Молодец, молодец. Гваждане, поприветствуем Верочку, поприветствуем. Да не надо, не надо хлопать. Да не надо, зачем мне хлопать? Я же не выступать. У меня к вам просьба. Я прошу вас, всеобщее собрание, чтобы меня коровушку не отбирали. Мне же ее тетя как приданное подарил. Тимоша мне сюда не велел идти. Она же стельная, она молока не дает. Ну, какой вам от нее прок, а через месяц она начнет причинять вам одни убытки? Ну, пущай она будет колхозной. А живет она, пусть у нас. Не положено. Крупный рогатый скот должен содержаться в коллективе. А она у тебя в избе живет? В избе, в избе. Куда же ее девать? Сейчас же холодно. А как же у тебя медовый месяц, а ты такая красивая и, главное, развитая девушка, живешь в одной комнате с коровой, неловко? Да, ну что ж сделаешь-то? Она у нас ведь породистая, деликатная. Разве она в колхозном Хлеву-то выживет? А это не твоя забота. За короуправление отвечает. А за курей кто у вас отвечает? Нет, только Тимоша заявление в колхоз подписал, они пришли тут же с мешком, четырех курей унесли. Я побегу их проведать в курятнике. Захожу, господи, там же, там поилка, один лед. Куры, снег льют. Я думаю, делайте со мной все, что хотите. Я сейчас возьму своих кур и домой, пока они все подвески себе не поотморозили. Искала, искала, и ни одной не нашла. Да разве их найдешь? Их там, почитай, две сотни. Да ежели бы они там были, я бы их нашла. Мои куры вдвое больше колхозных. Да зачем их искать-то, если вот такая вот дырища, туда не то что хорек, туда лисица может забраться. В общем, так, стою я там и бою. Думаю, если там моих кур зимовалым зерном травят, то как мою коровушку будут кормить? Ну, вот вы сами идите поглядите, там ведь у них флевок надырявый, сено все разворовали, обез весь сопрел. Правильно! Кто сказал правильно? А ну, подымай руку. А это не мы, это тараканы забежали. Погоди. Вы, Верочка, девочка интересная, но даже интересным девушкам нельзя порочить колхозное движение. Мы сегодня празднуем рождение колхоза, у нас, можно сказать, радостное событие. Ну так коровушку мою не заберут. А вы, оказывается, глупее, чем я думал. Да какая есть. Только я свою корову вам не отдам. Вы меня хоть тут убивайте. Мне ее тятя подарил. А вы что, сударыня, намерены бунтовать? А зачем бунтовать? Нам ее по закону присудят. Тимоша в город поехал заявление в суд подавать. В суд? Да. На кого? На председателя исполкома. Ха-ха-ха, вот дает. Ха-ха-ха. Тихо, тихо. Вверх обмотай. Ну. Кому говорю, мотай. Ну, придется ответ держать, пока не засудили. Продолжай. Слово предоставляется всем нам известному председателю райисполкома Климу Степановичу Дагановскому. Обидно. Обидно, дорогие товарищи, что ваше собрание, Которое носит, я бы сказал, особый праздничный характер вы превращаете в базар. Ну, да ладно. Радостно другое, что позорная кличка Дикий колхоз ушла навечно. Мне приятно сообщить вам, что ваш колхоз зарегистрирован в инстанциях. Границы земельного фонда колхоза утверждены. С марта вашей земли по ту сторону реки Тережки, пашни, заливные луга, выпасы отходят в массив колхоза. Батюшки. Да что же они делают, ироды, мужики? Да что же они делают, ироды? Редители, слушай губы, проклятые! Что же так? Под горы врубите! Слушай, мне не надо маску, мол чего-то брешь! Ну, не кричите, не кричите, товарищи, не кричите! Чем вы недовольны, дедушка? Гражданин начальник, можно мне в колхозе и так? Как так? Свого хозяйства, чтобы не лишали. Я в колхозе отработаю, что прикажут, а баба дома. Землю только, чтобы не отбирали. Дед, ты на одной ладони два арбуза удержишь? То-то что нет, садись. Если единоличник, мы тебе нарежем на этой стороне. Да на этой стороне одни овраги! Для тех, кто не хочет возиться со врагами, есть другая дорога. Записывайтесь в колхоз. Вы же не маленькие. Вы же понимаете, что такое сплошная коллективизация. Как бы ни упирались, колхоза не миновать. Митька, ну-ка, запиши в протокол. Единоличники без боя свои на дело не отдадут. Вот правильно! Правильно! Потому что после революции, согласно декрету Ленина, земля переходит в пользование крестьян и остается неприкасаемой. Правильно, Валетик Виновый, пиши, что революция сказала, записана, как у сатани не сили. А сейчас я хочу выполнить приятное поручение окружкома. С сегодняшнего дня колхоз открывает свой счет в банке и в дело входит круглая резиновая печать, товарищи, вот она, вот их штамп. Вот он, товарищи! А нам не надо твоя печать, нам землю надо! Землю давай! Геродину в лавке нет! Тысяча нет! Куда оно все подивало? Парамоновна! Порываю с прошлым и подаю заявление в колхоз. Не страдавка! Собрание не кончено! Шурка! Нам еще правление выбирать! Пойдись, бабка! Хочешь опустить, братцы? Пошли! Да ну, что там? Бабуля! Иди отсюда! Тихо! Поварищи! Вот это у нас получили! Тихо! Давай! Покупыров! 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 Собрание не кончено! Шурка! Куда вы идете? Еще правление! Да так! Мы отзадим никому! Покупыров! Сморжай! Размах! По богам записано, того сатане не стереть! А черт тебя подели! Чего смеешься? А? Ну? С богом! Трогай! Все сделаем, Федот Федотович! Опа! Ковар носу не подточит! Ну, чередок! Трогаем! Давай, дядя Макур! Хе-хе-хе! Ура! Зазреть все затеяли! И чего только твой тядька сполошился! Мы все сполошились! Раскулачат! Да не раскулачат! Да! Вон, Варкин, Макаровский сундук закупал? Закупал! А Дагановский Варкина трогать не велит! Потому как, ежели его теперь к белым медведям заслать, то считай, что все добро для казны пропало! Что не видишь? А весной Варкин сундук откупает! Ему денежки понадобятся! Вот тут Дагановский его поличным и прихлопнет! Так что до весны ту латятку не тронут! А ну, давай, реток! Дочка! Давай, давай! Опа! Ах, молка, белка! Он везет к тому мужику, который тебя заслатан! Угу, спасибо! Еще на раскулачку требуется два понятых. Есть предложение Лукьяна и Катерину. Роман Гаврилович, Верка сбегла! А, вот и пропащая душа! Когда прибыл? Ну, Мончи, она меня не встретила и дома не ночевала. Вот, гляди! Тимоха, меня не дожидай. Тебе, Тимофей, надо у жены под боком лежать, а не мотаться по судам. Куда же она делась-то? А я знаю, домой прибег ни жены, ни коровы. В хороводы подалась! К родителям! А я думаю, я думаю, подали. Дело серьезное. Слушай, Емельян, смотайся-ка ты в хороводы. Но Верку там вряд ли найдешь. А Дуванова все-таки прощупай. А с Чуговим без тебя справимся. Вон насколько. Я не пойду. Что значит не пойду? А то и значит. Губить Федот Федотовича не пойду. Ну что... Ну что это такое в конце концов? Есть колхозная дисциплина или нет? Правление решило раскулачивать и баста! Тебе губить не придется. Стой за столбом, да молчи. Делов-то. Заседайте. Заседаем. А вы кто? Понятно. Здравствуй, Катерина. Здрасте, Юрий Павлович. Ну как? Продвигаемся. А пасечника пришлось отпустить. Он купил френч на базаре у Берейтера. Вышли на Берейтера. Тот говорит, что выменил его на штаны у какого-то носатого мужика. Когда менялся, был под шофе и ничего не помнит. Выйдем на носатого оповестим. Вы мне нужны. Плачь, не плачь. Ничего не поделаешь. Угодил твой Игнат под нога. Больно был принципиальный. Почему именно под нога? Папу, например, кулаки вилами протыкали. Утешает. Дорогие, отвил Митенька лягут на ровном шагу друг от дружки. А там две рядом, а третья сама по себе. А если зуб сломан? Иди ты. Ты же не видел, а я-то видела. А ты Москву видел, а? Нет. Хочешь посмотреть? Ага. И сюда. Ну как, видно? Не-а. А вот так? Нет. Эх ты. Зрение у тебя слабое. Понял? Дядь Макун! Чего? Чего? Чего случилось, мужики? Пойдем с нами, понятым будешь. Ага. А кого раскулачивать? Федот Федотыча. Чугуева. О-о-о. А правильно. Правильно. Тут и ему дорога. Это вот видал? Сапоги мне всучил. Хромовые. А жмут. Обманул, зараза. Да скинь ты их к ядрене матери, да надену лапти. Ну да. Наш Макун, все равно, что комиссар, кожу уважает. А ты не гугути, Герасим. Не понимаешь, что значит кожа? Молчи уж. Так вот, а на пристани за билетами толпа и драка. Гляжу, Догановский подходит. И берет билет без всякой очереди. И все перед ним уважительно расступаются. Там че, а че дно это, лапоть? Так кто ж Догановский? Да то еще дно, Герасим. Это кто же в войске-то знает, что он Догановский. Иди ты куда? Идите, я вас догоню. А видят человек, с ног до головы, в черной коже и ремнями перепоясаны. Вот и оказывают уважение. За кожу. А то где за что же? Да здравствует Союз Хлеб. А у меня? Картуз, кожаный. Галифе с ленью, а? Гедряда ваш. Сапоги хромовые. Вот еще ту журку кожаную исправлю, тогда и поглядим, кому кланяться будут. Пояс. Чай, Аким. Как ты у нас Догановского переплюнешь? Да и че. Такой подрала. Притаился кровосос. А траву, видно, замешивает. Герасим. Тут я. Караулю ворот. Ага. Дом никого не впускать. Из дома тоже. Понял. Входим все разом. Пошли. Макун. Да иду, иду. Жмут же. Прими к чергу, бабуля. Пропусти гостей. Аеньки. Ладно, говорю, чугунов махать. Руки кверху. Аеньки. Посторонись, отойди к печи. А ты, Петр, хоть и великий, а поменьше бы зевал. Не ногу мне. Так, где хозяйка? Хрестный пошла, в хороводы. А Ритка? Так спит, умаялась девка. Ну и пущай ее спит. Нечего ее и беспокоить, бабушка. А че это у тебя на рукаве, батюшка? Или кто представился? А эта бабка, знак божий. Обозначает страшный суд. Аеньки. Паразит там, говорю, судный день подошел. Хватит ты зевать-то. Детеша спит. Так она не слышит ничего. Глухая, как стена. Все равно потише давай. Пап, а радио тоже описывать будем? Спроси у Петра, пусть он решает. Винтики, шурупчики. Делов-то. Пускай с собой. В тайгу забирай. Отмыкай замки, Федоточ. А у нас воров нет. С рода не запираемся. Что Катерину не пригласили? А про Катерину забудь. Она у нас теперь еще колхозная собственность. Ты что, Зубыскали сюда явился? А что, шутнуть нельзя. Нельзя, не у тещи на блинах. Зачитывай решение. А то он без решения не видит, кто пришел. Ну ладно, ладно. Ты, Федоточ, на меня не серчай. У меня не своя воля. Я солдат Великой Армии Труда. И засчитаю тебе решение. Актив бедноты и правления колхоза. Слушали о раскулачке Чугуева. Фэ-фэ. Постановили. Ты по что пост покинул? И тетя Дюжа. Чтобы у нее кишка повывернулась. И тетя Марш на кольцо. Гражданин Чугуев. Вам объявляют решение народа. Встать. Вот так. Продолжай. Постановили. Чугуева Фэ-фэ. Раскулачить как кулака. Кровососа и вредного элемента. Согласно 61 статьи Уголовного кодекса. Отобрать у него все орудия труда. Имущество. И продуктивный скот. И выгнать его совместно с семейством. За пределы района. Вот такие пирожки. Федотыч. Ясно. Ясно. Нити тишные. Можно сесть? Теперь и чем можно. Садись. Ух. А с тарелочками у тебя не густ, Федотыч. Вот у Орехова были тарелочки. Вы. Федотыч, а это на что? Пьют из нее или едят? Да погодил бы ты. Вот бабка ляет. Тогда уж. Да все одно есть коровно Арканзем. Не сегодня, а завтра. Так то завтра. А сегодняшний день. Пусть покой доживет. Прошлый год. Мы с тобой Орехова раскулачивали. Нынче ты меня. Глядишь, завтра тебя. Трясти станут. Поймей совесть. Ну давай уважим. Да ну вас всех. Я ты коней побег. Федотыч, а узечку тебя где? В сенцах. Гляди, гнидой не лигнул бы. Ага. Не лигнуть. Аиньки. Баиньки. Ступай спать, бабка. А чайку-то как же? Не нужен твоего чая. Давай, давай, давай. Иди спать. Иди, иди, иди. Она как, доедет? Валенки не снимите. Доедет? Ну то, что на ней снимать не станем. Петька, садись, действуй. Да как же я могу действовать? Если она исписана вся. От корки до корки. Так, это чё ж, выходит, опись не на чем писать. Ничего не поделаешь. Ты что, предлагаешь отменить раскулачку? Да нет же, зачем отменять? Я говорю, бумаги нету. А про раскулачку я и не поминал вовсе. Рита! Ну, ну по что, ребёнка будет? Пусть сейчас и спит. Ну-ка, принеси чистую тетрадь. Какую, в клетку или в линейку, тятенька? А, всё одно. О, он тому кавалеру подай. Угу. А, вот кто пришёл. Женя, двери-то закрой, не лето. А где мама? На цыпочках ходи. Спит твоя мама. Ритка, где мама? На печи спать приказали. Ой, люди, люди. Так ведь я ж стирала, гладила. Господи, вот архаровцы-то, а? Тебе-то что? С сегодняшнего дня тут ничего твоего нету. Всё колхозное. Сама везла? А? Вот они. Подходит. Хозяева. Коли колхозное, так ногами топтать надо. А ну дай. Гнитка поили? А гнитка, жёнушка, Пашихонов увёл. А, ну и слава богу, кормить не надо будет. Мам, вставай, не время разлёживаться. Жар в печи есть? Есть, маленько. Собери хлеб, все кусочки собери. И большие, и маленькие. И нарежь потоньше. Пареньки. Нарежь, говорю, потоньше. Сухари суши. Хлеб не дадим вывозить. Ритка! Ритка. Подмогни бабки. А куда у вас граммофон подевался? Федот, когда нам съезжать-то? Ну, я думаю, завтра. Утром повезут. Да ты не убивайся. Ну, считай, что дом загорелся и сгорел дотла. Ничего, ничего. Ну, на новом месте осядем. Ещё краше отстроимся. Куда не сказали? В районе место определят. Слушайте, а куда ж у вас всё-таки граммофон подевался, а? Давай, Федот, каждый. Себе сподни припасёт. Грязные ски давайте чистые наденем. Маманя, где Риткина бомозейка? Мама, где Риткина бомозейка? Аньки. Риткина рубашка бомозейная. А к на дворе, кажись, сушится. Ага. Куды! Отлучаться запрещается. Смотри, хуже будет. Обожди, Пётр. Без шубы никуда она не денется. А вы запятые проходили? Нет. А на что? Ой, обожди. А на что запятые? Схватишь неуду, узнаешь на что. Чего это я? Про запятые. С этого дня и запятые расставлять не потребуется. Риткина бомозейная. Послушай, Федотич, а где у тебя, между прочим, граммофон? Ведь у тебя же граммофон был. Куды ж подевался? А? Продал. Как это продал? Ну, я ж не знал, что ты заяешься. Вот взял и продал. Куды ж ты его продал? Кому? Да ладно тебе, Петька. Чего застал, то и пиши. Граммофон, граммофон. Все слышали? Товарищ Платонов, он граммофон ликвидировал. Шут с ним, ищи хлеб. Это главное. Да не мог он его продать. Нашим бы кому продал, мы его знали. В город не ездил. Да дался тебе, Петюха, этот граммофон. Да черт с ним, с его граммофоном. Не убедняем мы Безентова граммофону. Держи-ка. Ну, ну, чё? Вот она, Бластинка. Гляди, паразит. Мы ещё узнаем, куда ты его подевал. Мы тебя выведем на чистую воду. Митька, пиши. Номер один, жакетка кубовая, фасон футы-нуты. Номер два, башмакичики брыки с дырьями. Номер три, салоп с огорода. Номер четыре, кукла. И куклу писать? Как хочешь. Не надо, не пиши. Делов-то, она вон лысая. Номер пять. Кацанейка полбархатная. Куда ж ты его подевал-то? Паразит. А ты половицу подними. Муж там? Смеёшься. Обожди, лишенец. Я теперь около тебя посмеюсь. Ритка! Ритка, поди до комиссии. Где граммофон? Тядьку не опасайся. Он на сегодняшний день ноль без палочки. Никакой силы не имеет. А ну быстро, куда тядька граммофон подевал? Ну отступись ты. Она ж дитё неразумное. Ну, чё я и граммофон-то? Откуда ей знать-то? А вот и знаю. Знаю, но не скажу. Где? Не скажу. Вот все слыхали? Какое семя, такое и племя. Риток, ну кто тебя научил старшим-то перечить, не трёдого? Старших, понимаешь, переговаривает. Прикажи ей товарищ Платону по-хорошему, сам возьмусь, куже будет. А я и Платонова не боюсь. Чего? То, что слышал, укладку по полу раскидал, и я ему говори, да? Да ты ли кого хвост поднимаешь? Где граммофон? Скажешь, кулацкое семя. Скажи, маленькая. Скажи, чё, вилят. Ну, чё уж теперь-то? Ну, чего она тебе скажет-то? Ну, хозяин, говорит, продал. Она скажет, что не продавал, что летает. Тебя сюда зачем привели? Ну, чё, девчонку-то маять? Кулакам подпевать? А ты, макрохвостка, не дёргайся. Хуже будет. Пока не скажешь, не пущу. Что, не любишь? Ну, ты поосторожней, всё-таки, Сергу потом не в деть будет. Скажи, так пущу. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ты куда? Сейчас, папа, сейчас. Что же это такое? Пионер я или кто? Ну, сейчас мы с тобой в прыгалки поиграемся. А ну-ка, ступай на сыновку. Тебе что велено? Ты пойдешь или нет? Нет. Не гляди. Федот Федорович, ну-ка, дай-ка ее сюда. Не пойду. Не связывайся, не маленькая. Ну, вся в мать. Способствует. А я ведь не посмотрю, в мать она или не в мать. Не подойдешь, добром ремнем достану. Ты чего? А ничего. Передохни и перепоясайся. Это как понимать? А очень просто. Перепоясайся, а то штаны спадут. Напомнись. Ты кого заслоняешь? Ты кулака заслоняешь? Сам бедняк без штанов. В холопа ходишь, да? Хозяин, повели своему холую, чтоб не препятствовал. Хватит, Федор. Прекрати, Федор. Не срамись. Спущай, а он ремень отпустит. Слушай, Макун, я ведь по правде вдарю. А ты вдаришь, я тоже вдарю. Ты, а ну-ка, на, попробуй. Ну. А тебе тоже... Мокрое место остается, понял? Тебе в борт, тебе в борт, тебе в борт. Федор, Федор, что иди свою мокрой хвостку. Да ты что делаешься, больно же? Да ты тихо. Друзья мои, мы окончательно, говорит. Неужто из Москвы? Ух ты. Выходим. Из хороводов. Ладно, Макун, послушал, другим тоже охота. Про что хоть говорят-то? Да все про то же, про сплошную корректируцию. Развитие комхозов и совхозов пойдет усиленно. Гавритика. Гаврилович, то нет основания сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран. Ну что ты волну сбил, медведь? Да иди ты. Пришли на раскулачку, а их кулак радиус заманивает. Митька, дай хозяину тетрадь. Прочтете, распишетесь. За недостачу отвечаете головой. Обожди, обожди, радиус записали? Радио не надо, сами не велели. Пока не говорил, не велели. Ну чего тебе? А заговорил, и в избу читальню поставим. Там он себе новое соберет. Ну говорю тебе, чего надо-то? Висит. Кто? Хозяйка. Где? В Холиву. В Холиву. А-а-а-а! Ахахаха! Парафида Савидовича! Прости, Федот Федотович! Бог простит! Ахахаха! Ну, прощай, Федот Федотович! Запоминай меня, Федот Федотович. Да не за что, Макар Сафонович. И ты меня прости. Федот Федотович, давай побродаемся. Прощай, Герасим. Жили мы люто, а вот кончаемся в совести. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, и ныне и пресна, и вовеки веков Али. На дорожку. Заходи. Сынка. Сынка. Можно. Сынка. Возвращайся к Алине. Так, давай, трогай. Трогай, говорю. Пошел. Пошел. Ну! Ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Я сказал, иди домой, поняла? Я сиди дома. А ты куда? Ты же пионер. Тебе здесь делать нечего. Тебе здесь делать нечего. Тебе здесь делать нечего. Ты же и чещик. Башлык у тебя откуда? Это папин башлык. Катерина Васильевна велела надеть. В дворе дует. А я таблицу умножения выучу, а меня волк зарежет. Ну, какой интерес? Как пойдем? Через реку или по трассу? Лучше по трассу. По трассу длиннее. А врагами заплутаем. Видишь, ветер какой. Че встал? Тебя ждут. Долго копаться-то будешь. Чеши давай. Без тебя дойду. Куда ты пойдешь? Ты дороги-то не знаешь. Заплутаешь мне уши надеру. Кому ты нужен? Не беспокойся. Сам дойду. Не накладешь штаны-то сам. Чеши тебе говорят. Отсюда. Глиста в калошах. Как хошь. Эй, догоняй! Эй, догоняй! Эй, догоняй! Эй, догоняй! КОНЕЦ 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 Волк. Здравия желаю. Председатель славного колхоза имени товарища Хохрякова, 25-тысячник жених Роман Гаврилович. Решите доложиться? О, здорово, Емельян. Держи пять. Только больно не жми пальцы, будь добрый. Осерчал? За что? Слушай, какой пример ты подаешь беспартийной массе? Да ладно тебе духариться-то. Выходит, верующим можно, а нам нельзя. Чё нынче, праздник, чё ли, какой? Позабыл! День Красной Армии! Ай, то вчера было. Ладно тебе скальться, два месяца не пил и ещё два не буду. А чё у тебя с ногой-то? А, чепуха, вывих. Какой доброход, он шутковал. Ступеньку с крыльца унёс, а я вечером вышел и сковырнулся. Пухнет, зараза. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот же делает, да? Да. Гляди, Гаврилыч, ходи с оглядкой. А что ты говоришь? Думаешь снова эти молотово-скрябины, да? А как же? Ну, Демидька-то. Не знаю. Наверное, в школе заночевал. Тогда слушай. По уезду листовка ходит. Агитирует против колхозов и колхозных активистов. Ведут линию на срыв посевной. На машинке писано. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ КАБАНОВ ЗНАЕТ, ТОКО ВНА ВРЯДЛИ ПРИДЕТ ЗА СОЖЕН, СОККИН СЕМ, ПРИСЯКУ ЗАБРАТ ТАК ВИДЬ ЕМУ НЕС РУКИ, ГОВОРИТ, БОЛЬНО ПОЗДНО НАЗНАЧАЙТЕ КОНЕЦ НЕ КАК ПЁТР ТВОЕГО УМА ДЕЛО, ТВОЕ ДЕЛО НЕ РАССУЖДАТЬ, А ОПОВЕЩАТЬ ТА Я ЕЙ ОПОВЕЩАЮ, А ВОН МЕНЯ СПАСЫВАЛЬ ГОРОЕТ, КАК МОЛ НАВСЮ НОЩ ОТЛУЧИТЬСЯ, ЕЗЛЕ ЖЕЛЕ ЖЕНА НЕ ПУСКАЕТ АЙ ДО КАБАНОВ ТОЧНО ПЁТР А ЕС СЕЗБАБУ БОИТЬСЯ, ЧТО ВЫ МАЛОС ДЕЛАТЬ ТУТ? В КАКОЕ ЗВ ОТДЕЛАСЬ ООЙ-Я ТУРАЙВАЮЩА ООЙ-Я ХОРОШОРЖА ХОРОШО... ХОРОШОРЖА ХОРОШРАЮЩА ХОРОШING ЧЕРЕТОМУ Сейчас отекать, Creifianawาau Вот, самогонца раздобыла Не знаю Поможет? А нет О, вон она как раздалась Хорошо тому живется у кого одна нога Ну ладно, шут с ней с ногой, хватит Как вы думаете, в деревне зерно есть? Не надо сапога Да какое зерно? Со средней еще не проспались А погляди, какой хлеб жуем Кто что в тесто замешивает Кто овес Кто картошку Ну мы ладно А скотина за что страдает? Надо энергичные людей в колхоз заманивать Заманьшь, а толку ты Вон в хороводах Всех, вплоть до кулаков записали А жуют то, что и мы Шкуру картофельную Вот беда-то Да вы-то сами ужинали? Да А где Митька? Да в школе заночевал Почему в школе? Манька сказывала Домой пошел через реку С кем? Да вроде один Не может того быть Через реку Давно бы тут был Видать, в школу вернулся Спит там Без задних ног Раньше в такую погоду На колокольне звонили А сейчас загибайся кто хош Никому дела нету Закаркало Эжели б твоих попов не разогнали Где б ты семенной фонд держала, а? Иди ты Много у тебя фонда Роман Гаврилович Зачем встали? Ничего, ничего, ничего Чего ты маешься? Хочешь я у Слава сгоняю? Привезу твою Митьку Ты сам гляди не заплутай Небось Заплутаю Гнедок на путь наведет Гляди не загреми Небось Там ступеньки нет Хоть ругайте, Роман Гаврилович Хоть нет А добыла я вам зимнюю поддеву Крепкая китайка Не могу глядеть, как вы в своем драповом пальтишке По врагам бегаете Старухи у тебя смеются Вот этот порол рукава Наденьте под пальто Все ж теплее будет Ну что ж Ну-ка, 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 ну-ка Вот Ну Гляди-ка А? Как плитая А ну оборотитесь-ка И спина хороша Да, и правда хороша Даже пуля не пробьет Ну, сколько я вам должен? Да нисколько Она мне дарма досталась Только Емельяна, не говорите А это почему же? Потому что Эту телогрейку Мне дал он Как дал? В смысле подарил? Подарил Да еще позапрошлый год На октябрьский Я вот что вам хочу сказать Екатерина Васильевна Если вы хотите Не испортить наши отношения Снесите-ка эту штуковину домой Ну Иначе Да что вы Митьки нет А я домой пойду? Как можно За подио, Роман Гаврилович Не гневайтесь Это я так По глупости Вы ложитесь А я обожду Нет-нет Вы ступайте Митька в школе ночует Ступайте Ну Как скажете Вон он, паскуда А, кто? Вон он Обожди Вы куда? Да пустите же меня Тимока это Уши ему надеру А ежели он не один Один, не один Сейчас посмотрим Не рыпайся Не балуйте, Роман Гаврилович Все равно не отпущу Отпустите Не балуйте Нет Не тупо коряво Тихо Че? Ну нога же болит Войдите в мое положение Ну, ну мне какое дело А кого ловить-то? Он уж давно сбежал Ну Ну вот и все Тогда пустите Умете спущу Унилась, унилась Вон Плоскую все расползовали Пустите Сиди Не тискайте С Тихомировым жила? Да А Шивардяевым? М? Я его любила Ну Недолго мне так сидеть Хорошо Мы с тобой поработали Кофту всю как есть Расползовали Нога, похоже, зажила Могу цыганочку дробить Ой Вот тебе и цыганочка Пойдем ляжешь Осторожно Потихонечку Вот так Тихо-тихо Полегонечку Полегонечку Давай, тихо Вот так Посидишь? Пойдем возьмешь, посижу Ай, ну что с тобой поделаешь? Ты куда? Двери замкну Ложись, раздевайся А не убежишь? Куда мне бежать? Катерина! Ничего ты Ну, брось возиться потом Ну, че ты там копаешься? Ну, Кать Ну, и копуха ты Теперь ясно, почему кахозы с морозами не вылазят Черепаши темпы Ха Ишь ты, какой серьезный А дыру в окне-то надо было заделать А нет Кать Ну, лезь к стенке Как скажешь Батюшки Что? Че это у тебя тут такое? А-а-а! Так это ж нога А он у меня всегда под подушкой ночует А-а-а А он не стрельнет? Ну, это Как ты себя вести будешь? А-а-а А-а-а-а А-а-а-а Эх Обожди Ты дверь замкнула? Замкнула И на засоб заложила А-а-а Ну, пускай стучат А-а-а Рабочий день окончен Да А-а-а-а Обожди А-а-а Ежели это Емельян? А-а-а Лежи и молчи А-а-а Как скажешь Роман А-а-а Есть кто живой? Кто здесь? Я здесь Тебе не добудешься? Трурура Стоять! Крепко ты дрыхнешь Творец Платону У тебя сын в степе замерз А тебе и горе мало Труруру Стоять! Митя, вставай, приехали Митька, вставай Митька, Митька, слышь, вставай Где вы его подобрали? В хороводах, на большаке Свернулся ежиком, а в кулаке, вот А кто и так, ну разбил? А, понятно, выпад класса врага Да, классов врага. У тебя здесь никого нет? А кто может быть в такую пору? Твоему Митьке надо благодарность объявить. Да? За что же это? Дырки на папке совпадают... Совпадают с дырками на френче. Это что, выходит Макун? Заколол Шевердяев, так что ли? Так, да не так. Когда пропал Шевердяев, Макун лежал в больнице в городе Вольске. По поводу эмфиземы лёгких. Да. Так что у него чистое алиби. Подожди, а виллы? А что виллы? Спроси у Макуна, где он взял. Он ответит. На дороге нашёл. Так что надо с ним побеседовать. У тебя можно переночевать? Конечно. И не помешаю? Да ты что? Кстати, как ведёт себя Суворова? Суворова? Ты что думаешь, это она, что любила Шевердяева? Мало ли что я думаю. Она у Чугуева потрачила? Да кажись, да что. Почему кажись? Ты председатель. Должен знать свой актив. Особенно неустойчивый. Она у Чугуева потрачила. Если верите на слово, Чугуев не кулак, а ангел без крыльев. Да. Что это у тебя за антик с Кандибобером? Это с прежнего места жительства. А он прибыл малой скорости. Дорогое удовольствие. Да, только хранить пока в нём нечего. Я почему интересуюсь? После революции обстановка в Усладе была разграблена. Ну, мародёрством я не занимаюсь. А хочешь, я тебе железнодорожную накладную покажу? Ты уверен, что у тебя здесь никого нет? А ты проверь. Задание выполнил, Роман Гаврилович. Спит без задних ног. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто спит? Ну как кто, Митька? Так, кто другой, Митька? А наш, вон он, на печи. Правда? Ну, слава богу. А то ведь я не доехал до Услады, Роман Гаврилович. Заплутал. Но, признаться, дух не хватило. Митька! Митька! Митьок! Будь нарком здрав. Да не дрожь ты его, пускай спит. Да он не спит. Он, я так считаю, без памяти. Бредит. А ну-ка. Чем бы его укрыть потеплее? Ага, да-да. Сейчас. Сынок. А ну-ка. Батюшки, беда-то какая. Хоть бы валенки стащили. У нас градусник есть? У кого это? У нас. А ты не зевай попусту. Ступай к Парамоновне. Возьму порошки. Аспирин, сушеного доника, мед и градусник. Утром рассчитаемся. Роман Гаврилович. А? Бери топор. Добывай дрова, как тебе хочешь. Ага. У крыльца гониток? А? У крыльца. Ну, давай, дуй-ка, Парамоновне. Палочку начислите? Начислю я тебе палочку, начислю. Дуй! Не складно у вас получается. Дело нашли у Макуна, а вы кидаетесь на Чугуева. Вы бы видели, как бабы ревели, когда его ровно разбойника из родного гнезда вы проваживали. Рассуждать о совести рискованно, Катерина Васильевна. А какое мое положение? Ой. Меня хороший человек приветил. Я и рада. Вот какое мое положение. А вот чего это ты в хороводы зачастил? Все же знают, что ты свои оперативные задания выполняешь большей частью на Тамаркиной койке. И это при живой-то жене, которая тебе пончики печет, на портфель закладывает. И несовестно. Да какая между вами любовь, когда страхом ты Тамарку на крючке держишь. А какая кралечка была, канаречка, куда ты ее затоптал? Ну, обожди. Мужики из армии воротятся, он тебе банок наставит. Мужики из армии воротятся, Платонов! А! Иди сюда. Чего? Садись. Читай. Чего? Здесь изложен моральный облик Суворовой. Читай, читай. Тебя касается. А-а-а. Накатал-то сколько. Тут не разберешь ничего. Черт! Копирка слиняла. Вот держи первый экземпляр. Прочитаешь? Подпиши. И поставь номер партийного билета. Что это значит? Сгорела. Сгорела бумажка. Сгорела, как говорится, дыма не осталось. Ты за Суворову? А за кого же еще? А я думал, за советскую власть. Надеюсь, понимаешь, что в создавшейся обстановке ночлег в твоем доме исключен. лекарства принес. градусник принес. Меда нет. Пойду градусник поставлю. горячий, как самовар. Ну, почти в аккурат. Сверху немного обрезать, сбоку за маской залепить. И будет тепло, как при Тихомирове. Где Катерина? Федот Федотович научил ее стекло без алмаза обрезать. Послушай, Емельян. Я хочу с тобой посоветоваться. Какое твое мнение? Как поглядят колхозники, если я с ней распишусь? С кем? С кем, с кем? С Катериной! Как поглядят колхозники, не знаю. А я против. Я к ней раньше тебя очередь занял, ясно? И ты становись в затылок. Очередь занял. Сколько тебе лет? Совершеннолетний, 24-й пошел. А ей скоро 30. Небось! Птички крепкие. А ну заткнись! Дров достали? А, невеста. Снова по председателям пошла. Ступай, Емеля. Конь пить хочет. Ясно. Ну вот. Еще одного помощника потерял. Зато фельдшерица нашел. Подбегу к Пашихонову. Может, дров достану. Обожди. А где топор? КОНЕЦ 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 Не собрались мы здесь не свергать советскую власть, а уберечь ее от сталинского крепостного права. Сталинские погромщики... Стой. Никита. Здравствуй. Оружие есть? Чего? Оружие есть. Нога, нож, костер. Нет, ничего. Безоружие я. Спички, зажигалка? Нет. Давай за мной. Ох, не проси меня, Меша. КОНЕЦ 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 Ну, куда ты прешь, Леший Толхый? Извини. Ни мяса, ни молока. КОНЕЦ КОНЕЦ Э, по ногам-то ходить не надо. Гордей Николаевич. Петр? Петр, извини, ничего тут не вижу, темно. Малевший медведь. Надо уничтожить кабальные сталинские колхозы и организовать в пределах уезда единую самоокупаемую артель вольных хлебопашец. Без вас этой цели не достигнуть. Мужики, скоро на нашу землю грянет весна, и по большевистским циркулярам начнется посевная кампания. Если на эту посевную кампанию выйдет изувеченный принудиловкой колхозник, Россия будет пухнуть от голода. Истинная правда, истинная правда. Владородная Украина, обогнавшая почти всех по сплошной коллективизации, уже пухнет. А у нас что, лучше? Семена для посева гниют, скот убивают, лучших хлеборобов со стали в норы, а колхозная голодьба пропивает имущество зажиточных хозяев. Легко понять, какие урожаи сулит грядущая посевная кампания. Голодуху сулит, сущее правда. Отступать нам, мужики, некуда. А что вам делать, скажет начальник нашего боевого штаба. Скоро мы познакомимся, друзья мои. А сейчас приходится пока сидеть во тьме, чтобы вы не тревожились. Никто, кроме штаба, не знает, кто здесь находится. Несколько слов об артели. Артель будет кооперативной. Принимать в артель будем только мастеров землеробов, которые на своем личном клине ведут хозяйство прибыльно и обогащаются не обманом, а сноровкой и трудолюбием. Прием в будущую артель. Высшая честь. Через три дня, в ночь на воскресенье, начинается крестьянское революционное восстание. Не враг я власти, а нам не враг. Один. Один. Снесёшь Кузьмичу, возьмёшь 150 рублей, на твою долю 20. О, 20? Петь, а чё так много? А за верную службу? В другой раз ещё добавим. Петь, а долго мне ещё Кузьмичу эти штуки таскать? А пока лапки не сносишь. Смех! 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 Огурцы сам солил! Ну, они… М-м… Ты макун мастер! Чё? Кактё? Ты на тракторе ездишь и вот стряпаешь. А, Петь, нужда заставит? Петя, а чё это у тебя тут? Сейчас у меня ружье. Да ты чё? Ежели тебя с оружием поймают, ведь не ж каюк. А, ну да. Подсвечник дерьмовый. Гад буду. Чего морду-то ворочишь? За дерьмовый ты подсвечник, Петя, 150 рубликов. Да не вон в сельпо, а в силу трёшка. Так в сельпо промтоварные, а этот дворянский. А, откуда он у тебя, Петя? Мы с тобой как подрядились? Ну как? Ты кузьмичу носишь, червонцы берёшь и не задаёшь вопросов, ну. А, ну да. Знаешь что, Петя? Я вот эту штуку последний раз несу и всё, боюсь петь, заметут. Ведь, ведь у меня надысь обыск состоялся. Обыск? Да. А чё тебя искать-то? А чёрт не знает чего. Прости, господи. Все углы перешарили. Ну, я думаю, заметут. Ну, заметут, заметут. А, нет, вилы дерьмовые забрали и уехали. Вилы? Ага. Какие вилы? Да дерьмовые, я же говорю, садовые, поломатые. Я сказал, что усташка нашёл. Надо было сказать, что в сельпо купил. Вот пришлют к тебе мокрое дело, тогда будешь знать. Петя, а ты откуда знаешь, что Швырдяев-то вилами заколотый? Ведь я их у тебя со двора сташил. А ты меня на рапа не бери. Кому больше веры? Я на сегодняшний день член правления и заведующий разумными развлечениями. А ты-то кто? А я рядовой колхозник. Кто-то. А ты, Петька, лапти-то плетёшь, а концы прятать не умеешь. Френч-то! Надо было поглубже закапывать. Вон как ты заговорил, сука! Вот так и заговорил! АНТРИГУЩИЕ ГОЛОВАЯ МАТИВАЮЩИЕ ГОЛОВАЯ МОТОВАЯ МАТИВАЮЩИЕ ГЕБЕЛО! Ха-ха-ха! Разлуха, разлуха, чужая сторона, никто нас не разлучит. Мать, сырая земля, и где его носят? Где хозяин? На правление пошел. Ась, ну-ка дай-ка мне нож. А-а-а! Чья куколка? А Макун принес. Петр дал. Просто так подарил. Подарил. Он ее мне выменял. Она у него разбилась, вот он ее мне и выменял. У меня мама-то сбегла, я думаю, ну, хоть с куколкой поживу. Слыхал, Фрость, что Макун говорит? Ваша куколка? Ничего не знаю, сроду не видала. Да-да-да, что ты людям мозги-то крутишь? Петр же ее встрял, кто зашивал. Ничего не знаю. Пошли к Петру. Обожди, Ебельян, обожди! Ебельян! Разве так раскулачивают? Вон, Фонарев, не даст соврать. Не дам. Ночью уполномоченный прибыл, а у нас уже список готов. Здравствуйте, граждане. Шесть дворов на высылку. Кого с семьями, кого одного. Чего у тебя там, Емельян? А ничего, ничего. Табачком разжился. Продолжай. Хозяев, значит, в сарай замкнули. Барахлишко переписали. А после дали подписать. Посадили на подводы. И под конвоем к белым медведям. И кончено. Вот так мы первый поток раскулачивали. А нынче что? Сидим лес и точим. А Кабанов мешки и по родне разводит. Предлагаю сейчас же раскулачивать. Почему прославилась наша сядемка? Потому что в сядемке проживает мастер, кузнец Гордей Николаевич. Кто у нас в округе за один нагрев может болт сделать? Никто. А Гордей Николаевич может. Вы норовите его в колхоз загнать? Да такую же палочку ему поставить, что и Петьки. Кулака надо различать не по скоту, а по нутру. Главное не в коровах, а в том, что нутро у Кабанова гнилое. Предлагаю голосовать. Кто против раскулачки Кабанова? Мить пиши. Суворова. И Корнаев. Кто за? Алёхин, Фонарёв и председатель Платонов. Генеральная линия победила. Хе-хе-хе-хе. Ты же не курящий, Емельян. Чего у тебя там? Ох и липучитый мужик. Спасу нет. На. Гляди. Ты поломал. Склеишь, склеишь. Будет как новое. Ты поломал. Вот это чё психуешь? Фигурка не его. Вера? Макон. Так это что, твои что ли статуэтки, Пётр? Путин. Уган. Путин. Путин. Не желаешь отвечать? Не надо. Пойдя. Куда послал? Пойдя. Пойдя. Макун, откуда у тебя эти статуэтки, а? Так сами видите, игрушка не моя, Петькина. Велел Кузьмичу снесть. Какому Кузьмичу? В посёлке Восьмое Марта живёт. Фершел. Ну и много Петька тебя за эту кралю просил? 150 рублёв. Полноврать! И много ты таких посылок перетаскал? Так немало, раз в восемь или десять способствовал. О правлении доложить не догадался. Ну так я же не знал, что там. Вещи-то зашиты были, и печати сургучны. Ну врёшь же, сука! На, гляди сам. Ух ты, ты смотри, всё с честью. И в оттиск. Медный пятак. Да, и бечёвку-то руками не разорвёшь. Угу. Производство Дуванова. Да. А, это тот, у которого банька, что ли, имеется? А? Дай-ка я его разморожу. Слыхал, Петруша, что Макун говорил? Не глухой. Статуэтка твоя? Не знаю. Это как понимать? Макун тебе деньги носил? Откуда-ва? От Кузьмича. Макуна 8 марта посылал? Чего молчишь? Или, может, ты и Макуна не знаешь? Вот этого. Этого, этого. Этого знаю. О! Настя! Хочешь, я тебе куколку подарю? Я тебе куколку подарю. Рано тебе зубы скалить. У меня там стирка стынет. Чего надость? Видите, какая шмара? А? Вылетай ты. Только без головы. О! Батюшки. Это ж наши. У Камина в курительной стояли. Где ты ее взял? А вы у гражданина Лехина спросите. С нами объясняться он не желает. Петька. Петька, ты... Ты захоронку разорил, Иуда Искривотский. Держите его, разбойника! Держите его! Это же он Семушку ограбил, батюшку рассудка решил. В кандалы его, разбойника! В кандалы! Кикал! Чего разоряешься? Кого я ограбил? Я песок копал. Видите, песок он копал. Песок он копал, газ ползу. Копал в овраге песок! И откопал сундук, а в сундуке барахло. Не барахло? Не барахло. Не барахло. Я, я, я в услуги экономка жила, я цену знаю. Там одна картинка, турецкий ты, султан. Там одна картинка, тысячу стоит. А немецкий фарфор, а бакара, а, черяк тебе в лодку. Воно что! Черяк тебе в лодку. Суслады натаскал, а на людей орешь. Да за такие дела к стенке ставят. Обожди, я тебя еще приземлю. Врешь, гадюка. Ой, врешь, гадюка. Мы с батюшкой народное добро сберегли, понятно? Сберегли народное добро. Мы за коронку не трогали, не тревожили. Мы, мы, мы для музея берегли, понятно тебе? Гадина. Для музея не берегли. Для музея. А когда к тебе барыня из музея наведалась, ты ей что сказала? Ты мне, гад, зубы не заговариваешь. Товарищ Платонов, уйми ее, а то я сейчас не отвечаю. Назначат, назначат награду, отдам. Награду тебе. Дай сундук, Ахламон. Дай сундук. Передать сундук к казну или отдать в артеру? Отдай сундук. Ключи. Чего? Ключи, говорю, от избы Чугуева. Фонарев, посмотри сундук и перепиши, что там. Афуфай, Ключугуева, снять. Фреско, стой, паскуда. Отдай сундук, Макаревский. Нет ничего. Отдай. Отдай. Отдай сундук. Уйди. Ах ты, падла. Това, падла. Падла. Подстилка. Това, подстилка, с хозяином спала. А ты видала? Все видали. Брежут. Открой. Не открою. Открой, гадина. Фу. Подавись. Това, подавись. Подсобить, Николаевич. Подсобить, когда не шутишь. Как задвижка моя служит? Куды там. Ее теперь сам черт не оторвет. Спасибо, Николаевич. Я к тебе помнить буду. Заходи, если что. Душа милая, партийному секретарю сделаю вне очередь. Вздымай. Мешок-то больно грузен. Обожди, обожди. Ты куда пихаешь? Не бойся. Обратно, во двор. Ты что, смеешься, что ли? Да нет, Гордея Николаевич. Нынче мы тебя описывать придем. А станешь разбазаривать имущество, попадешь под суд. Тимоха, поскольку ты вооруженный, встань на караул. А я в мельтон не нанимался. Он в мельтон не нанимался? Да я б тебя и не брал. Собрание было, давай выполняй. Чтобы граждане, подлежащие раскулачке, не вывозили народное барахло. А может, я на твоем собрании и не был. Ты что размахался-то? Пусти, рукав оторвешь. Санька, по соплям вдарю. Не вдаришь, гостей бить грех. Ну вы что, ребята, я же при исполнении обязанностей. Тимоха, ну-ка, стукни его по кумполу. Я отвечаю, давай. Святые угодники. Катерина, беги за Платоновым. Катерина, беги за Платоновым. Шел ты. Все в автодор. Катерина, беги за Платоновым. Давай, махай в щену. Ну что, братцы, вас еще не раскулачили? Емелюшка, нас-то не раскулачат. Мы ботраков-то ведь не держим. О, да не за ботраков, Кирюша, а за сопротивление советской власти. Ой, как страшно. Я же приказ властей выполняю, а вы мне руки ломаете. Сейчас я тебя покрашу. Подходи сюда. Подходи ближе. Еще ближе. С утра набрались. Били. Не успели, Иван Ахмедович. Пусти ты их кобелей. Шут с ними. Мы сами знаем, что с ними сделят. Завтра каждый придет в сельсовет и принесет десятка. Иван Ахмедович. За что десятку-то, Иван Ахмедович? Мужики! Что за базар? Почему народ собирался? Не дадим. Твои люди? И наши. И хороводские. Собрались кулачка заслонять. Вон он, ангел. А что же, неужели кузнеца отдадим, а? Нет, нужен всегда кузнец. Особая комиссия утвердила? Комиссия утвердила? Да здравствуй, первый май! Сгинь! До вас дошло постановление ЦК от 25 февраля? Нет, батюшка! Нет? Вы что, в ливацкие провокации ударились? Нет, пустим кузнеца! Нет, дадим Гордея Николаевича! А ты уходи отсюда, уходи! А ты чего расселся тут в красной шапке с усами? Давай отсюда! Ох, вредный батюшка! Чего встал, Николаевич? Не боись! Вернись! Гордея Николаевич! А ты не стращай! Эй, не стращай! Открой, попрала! Ничего не будет, ступай! Слышите голос народа? Трогай, товарищ Барханов, трогай! Да мы давно решили! Орловский еще весной приказал! Орловский снят за ливацкие замашки, а за раскулачку кузнеца будет отвечать не Орловский, а правление колхоза! Правильно! За что отца обижает? Не решила! Спросите, кого хотите! Правильно, товарищ Барханович! Верно! Пусть я за все ответят! Ты что разоряешься, а? Ну ты на правлении был? Ну был, был еще. Ну, так за раскулачку Кабанова голосовал. Ты, может, и голосовал, а я нет. Что значит нет? А то, что слышал. Я против. Как против? А вот так. Все ясно. Поехали. Обождите, сейчас Платонов придет. Брешет, Алехин, брешет. У тебя выучился. А ты заткнись, кулацкая подвывала. А хорошо, вы же все-таки скитарничаете. Поехали. Он на каждом шагу мужиков обзывает. И подлюка, и гадина, и как под руку попадет. Товарищ начальник, товарищ начальник, товарищ начальник, что вы всем таскаетесь с мазуриком, ворон или ходей? Держите его, люди добрые! Отдай, отдай сундук, отдай сундук. Ой, Миша. Эх, ты падаль. Ну ты сука. Ой, убили. Ой, убили. Ой, убили. Сволочь. Коммунист поганый. Молился, Миша. Мадурик. Ну что вылупился? Что глаза? Сундук отдавай, гадина. Что глаза свои беньки выпилил? Значит так, Кабанова до особого распоряжения не трогать. Погодите вы с кузнецом. Тут чрезвычайная история. А что такое? А то, что Шевердяева убил Петр Алёхин. Давай, Макарсофонович, докладывай. Вон она, милиция. Значит так, как начал я дорогие-то вещи в посёлок таскать, так и задумался. Ну откуда у Петьки столько добра? Думаю, уж не напал ли он на Вавкинскую-то захоронку. А как доказать? Вспомнил Маньку. Она мне показала место, где видела Шевердяева в последний раз. Оказалась у того самого врага, где я френч-то нашёл. Вот ты подошёл. Ключик к замку. Я вам, граждане, товарищи, по совести способствую. Вот вам крест. А что непонятно? Петька на суде доскажет. А меня, мою фамилию, прошу не пришивать к этому делу. А я говорил, что вы вилами закололи. Я говорил, а вы не верили. Да погоди ты, Митяй, не говори, пока не перескочим. Ой, беда, батюшки, беда. Вонарёву убивают. Уворотка Банова на колени ставят, вилят каяться. Митька, а ну беги к Павконову. Запрягай-ка тебя, давай. Батюшки, о господи, что делать-то, что делать-то, что делать-то, о господи. Давай быстрее, Митя. А кобыла-то где? Где? Вот это что? Налицо. Вредительский акт. Где Павел? Что с ним? Сама, я кашу! И тебя обидел? Били, бачка, били. Без бога отломай, в угол их поставь, в угол. Давай, Махаевщину, Христос покажет. Куда фонарёк делся? Туда. Да давай, его домой снесли, в часовенку. В часовенку. Живой. Живой. Как себя чувствуешь? Лучше всех. На спине лежать хорошо. На боку больно. В ушах гудит, спасу нет. Ну за что они тебя? Да красиво рожатся. Ой, ой. Ой, ой. Шевердяев подарил. Велел всю насквозь прочитать. А кто вопросы поставил вот здесь на полях? Я, Роман Гаврилович. Я оставил вопросы. Ну как у тебя? Рука-то поднялась в такую книгу марать. Это же яч Ленина. Какие могут быть тут вопросы? Ты же должен понимать, ты секретарь ячейки. Да ладно тебе. Дай ему сперва жить. Катерина. Не уходи, ладно. Ну мужики, битый как сноб с подмолотилки, а все одно тянется куда не следует. Больно? Ничего. Сейчас отдохну маленько. Пойду с Петькой рассчитываться. Другие так. Выпят куда попало. А у этого одна задача. По голове. Сразу видать. Заведующий разумными развлечениями. По карманам лазили. Деньги взяли. Какие деньги? Пару билет искали. Петька надумал. Чтобы я стоял на коленках, выкликал бы долой колхоза и рвал бы партийный билет. Гады. Ну, гады. Ничего. Ничего. Мы их к стенке-то прижмем. Прижмем. Взяли? Че? Билет. Как же его взять-то, когда его у меня нет? Потерял? Да нет, что ты. У меня его отродясь не было. Я, товарищ Платонов, сроду беспартийный. Беспартийный большевик. Вот. Бредит. Ты меня слышишь? Слышишь? Слышу. Ты че, чудишь, что ли? Да правда. Шевардеев обещал меня в кандидата провести. Не успел. Э, а как же это Орловский? Почему ничего не сказал секретарю рекома? Ну, Орловский же меня всегда в пример ставил. Я все-таки активный был коммунист. Да. С рабочим классом все-таки полегче справляться. Ты почему мне не сказала, что он самозванец? А я почем знала? Ну, как почем знала? Как почем знала? У вас у всех один ответ. Один. Ничего не знаю. Ничего. Вон вся сядемка про русскую лачку вызнала. Мы не успели еще протокол дописать. Они уже пикеты с дубинами выставили. Не бронись, Роман Гаврилович. Сядемцы за кузнеца заступились и правильно. А ты чего желаешь? Чтобы они языки заглотнули? Сам погляди. Продуктивных крестьян извели, а Петь колоботряс, командует. Это что? Партийная линия? Твоя задача на сегодняшний день хворать, помалкивай. А там видно будет, что с тобой делать. А ты, Катерина, ступай к Митьке. Что там с врачем? А, Емельян, как же? Выверечим, ступай. Ступай, ступай. Как скажешь. Ты вот что, Роман Гаврилович, ты один на улицу не выходи. Спокой, они тебе не дадут. Митьку береги. И Катерину. Вот они, ягодки. Ну что, руки, ноги цели, а? Не стонай, не стонай, знаю больно. Слушай, а ты можешь вот дыхнуть всей душой, а? Вот так. Ясно. У тебя ребра треснуты. Ему тугую повязку надо бы, а? Шалопутый вы все-таки. Ты, шалопут, а горюхин твой еще пуще. Раздразнил народ, а сам смылся. Почему мой? Я с ним первый раз в командировке. Говорил, подождать надо. А он поехали, поехали, во, приехали. Петра упустил. Что с врачом? Врачиха отказался ехать наотрез. Говорит, слышала? Сядемцы режут колхозное руководство на повал. А? В конце концов, лекарство прислала. Участковый здесь? Здесь. А председатель? Здесь. А чего надо? Открывай, ну открывай. Я приказываю. Я начальник милиции. Открывай, тебе говорят. Открывай, тебе говорят, слышишь? Ничего не получится. Это почему не получится? Открывай. Кабанов навешивал. Отойди, председатель, малой каши покушал. Дай-ка я. Ну давай, давай. Открывай, тебе говорят. Отойди. Ты что, обалдел, что ли? Отойди. Эй, вы там, не очень шублите. Тимоха! Тимох, ты что, Тимоха? Ну, ну, кончай дурака-то валять. Ну, давай, открывай. Да ветру надо. Что это? Ничего, подождешь до утра. Так это ж наш, Тимофей. Васряков Тимофей. Колхоз отменен, товарищ Платонов, и в данный момент ваши приказы недействительные. Стойка идет. Стрелять буду. Катерина. Я не знаю, ступай домой. Шопнешь, стрельнул. Тимоха? А у тебя что? Ружье? А как же? Бердан к системе игра. А как же ты в потенку шмушку видишь? А? Смеяться завтра будем, Роман Гаврилович. Вот завтра вас на народный суд выведут, как вредителя сельского хозяйства. Ну, на суд так на суд. А ты все-таки, Тимоха, открой, а, вон, врача надо. Емельян присмертий. Череп напополам, ноги перебиты, изо рта кровь ручьем. Ладно, доложу начальнику. А кто начальник-то? Петр Алёхин. Скоро прибудет. Кудем одевался, не слыхала? У Тимохи спроси. Он Емельянову избу с ружьем караулит. Ты беглая. Тимоха не подпущает. К Бамкиным бегала. Щеплеет его, нет? Не то ужи. Сам не придет. Поймают. Че болтаешь? Кто он, кролик, что ли, чтобы ее ловить? Берюку на тебя, Фроська, а не кролик. Ой, Катерина! Неделю с председателем поспала, а вовсе слиняла. Швардияева на вас нет. А то бы он... За Петра-то Сидоровича Холк-то бы вам намылил. Сядь и слушай. Ты законная супружница. Тебе первое знать. Швардия это твоего Петра уважал, а твой Петр ему в спину вилы воткнул. Кто воткнул? Какие вилы? Обыкновенные. А труп в тережке утопил. Ах! Ой! Фрося! Фрося, не балуй! Фрося, ну! Фрося! Не балуй! Ну! Не надо. Что с тобой? Не надо помадой смыть. Дуря. У меня глава с роты слабая. Кружится. Ну ты и баба. Ровно крапива жгучая. Смехом сказала? Да ну тебя. Какой смех? Господи. Господи, страсти-то какие. Нет. Не может того быть. Обожди, придет Петр Сидорович. Он тебе морд размалюет. Долго дожидаться. Он на исполкованской лошади ускакал. Он меня жалеет. А-а-а. Оно и видно. То-то ты забелилась, как печка. Ну и что? Ну и что? Все хорошо. Отряхнулась, как курица с-под петуха. Пошла зернышки клевать. А законная жена бьет не до смерти. Учит. Шевардяев убег. Вот и болтаете. Кому чего померещится? О. Макуна твоего прикончили. Тоже скажешь, Петр? Чего молчишь? Петр. И никто другой. Игната заколол, чтобы сундук утащить. А Макуна за то, что милицию обменил. Тетя Фрось, тебя там Петр требует. Где? За бубном. Че ж ты? Ступай. Аль боишься? Че бояться? Он сам боится, прячется. Где папа? В район уехал. Ты умывайся. По нужде ходи на крыльцо. Си-ка в ушат. Почему? Потому что в ушат. На двор не выходи. Может, не ко времени? Прямо беда. У меня к вам, граждане начальники, просьба. Бежите от Седова. Не умножайте смертоубийства. Какого смертоубийства? Обыкновенно какого. Макуна прикончили. Макуна? Когда? Кто знает. Вилами проткнутый. Где Тимофей? В хороводы побег. Я ему сказал, что от Верки письмо пришло. Вот просил меня покараулить. Бежите. Вас кончать постановили. Мы-то убежим. А ты-то как? Скоронюсь, обо мне речи нет. Да? А как же ты замок-то открыл? Да я сам его навешал. Подожди. Вы сейчас выйдете отсюда с товарищем Платоновым, а нас с секретарем комьячейки запрете. Как это запру? А так, как было на замок. Обожди, Иван. Оружие у тебя с собой есть? Нет. Стало быть, мне с ним придется остаться. А вы, товарищ Платонов, скачите в район, доложите обстановку. Да подожди ты, Варь. Все. Сваров больше нет, вопросов нет. Товарищ Киван. Да. Вы выйдете сейчас и закройте нас с секретарем и дождетесь, обязательно дождетесь Тимофея. Все. Неужели непонятно? Вам и, конечно, нам важно, чтобы Тимофей не поднимал раньше времени паника. Ну, пока. Ты, пожалуйста, тише. На один оборот было замкнуто или на два? На два. Запри на два. На два. Спасибо, Городец Николаевич. До скорого свидания. Тимофей не заходите. Спасибо, Городец Николаевич. Удачае. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах, ты ли шаг тебя возьми. Кто там? У нас таких сроду не было. Иди куда шел. А ты не переживай, Митрий. Пусть я только сунутся. Вон, накарбут птушкой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вроде ушел. Ложись. До утра как-нибудь надрожим. Погоди. У нас пошибче оружие есть. Чего это у тебя? Не как лимонка. Ах, ты стрекулистые такие. Сейчас же брось. Нет. Тихо. Держи крепче. Квалина стала. Где взял? В кузне. Кабанова хвалишь, а у него... Прямо горе с тобой. Будешь в дом бомбы таскать, уши оборву. Слава богу, запала нету. Ничто, она и без запала тяжелая. Гадай по комполу. В раз копыта откинет. Ступай отсюда. Подниму мужиков. Ступай отсюда. Кому сказала? Случаем, не Катерина Васильевна? Ну, Катерина. Да ты до чей будешь? Тихомиров. Не позабыла? Батюшки. Павел Акимыч. А вожди, выйду. А Шевердяева нет? Шевердяева не опасайся. Убили Шевердяева. Эва как? Проходи. А я шел. За все углы шарахался. Ой, да ты садись. Че робеешь-то? Ты этот дом строил. Здесь детишек растил. Тут все твое. Было мое. Сейчас самовар вздую. Давай. Закурить тут у вас можно? Кури, кури. Как живешь-то? Живу. На линии хозяйки, ребятишки. Тесновато маленько, а ничего. О, живем, как все советские люди. К нам нас совсем приехал. Али, в гостинку. Тут, видишь, какое дело. На днях депешу передали под литерую Б. Секретную. Запретили оголом раскулачивать. Телеграфист говорит, поторопились тебя. В кулаки произвесть. Загнули левый загиб. Пиши, говорит, жалобу. Ворот, тебе и дом, и доброе имя. А я подумал. Смотаюсь-ка пока на родину. Погляжу. А то жалоба пойдет. А там ни дома, ни лома. Вот я и прибыл. Сунулся было к Чугуеву. Там нет никого. Дом темный. Клавкин был, наладился. Да и не посмел. Надо бы к Макуну сбегать. Он мне десятку должен. Как думаешь, отдаст? Нет Макуна, Павел Акимович. Петька его заколол. Эва. Пропала десятка. За Романа Гавриловича беспокоюсь. Кабычева не было. Роман Гаврилович. Кто это? А новый. Из города. Небось, Тысячник. Ага, Тысячник. Моторный мужик. Жену потерял. А этот подсолнечник конопатый сынок Ивоный? Митька Ивоный. Вот такие ужасные обстоятельства. Сидим и дрожим. Ничего не дрожим. У нас лимонка. Верно, сынок. Верно. Баловать не дадут. Нечего опасаться. Дождались бы статьи Сталина. Не пришлось бы тюрьмы перегружать. А ты чего ты все Сталин напоминаешь? Какая статья? О головокружении от успехов. Или не слыхали? Что за головокружение? О статье Сталина. Неужто к вам газета не дошла? У нас днем и ночью народ гудит. Там сказано, там сказано, что об обществлении молочного скота в колхозах на руку заклятым врагам нашим. Сам Сталин сказал. Не может того быть. С собой газеты у меня нет. Она на станции за 20 рублей ходит. А статью я в тетрадку переписал. Не всю, конечно. Вот и слушай. Вот. Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Так и сказано. Ты слушай. Дальше еще крепче будет. Дразнить крестьянина-колхозника об обществлении жилых построек, слышь? Жилых построек. Всего молочного скота, всего мелкого скота, домашней птицы. Такая политика может быть угодной и выгодной лишь нашим заклятым врагам. Вот так вот. Чего же нам теперь? Планы менять? Заново на дело перемерять? Мы ж посевную сорвем. Нет, Палакимыч, может, статья и правильная, только не ко времени она написана. Надо было написать ее где-нибудь к осени. По крову где-нибудь, когда отсеемся. Что делать будем, а? Побежит мужик из колхоза. Да о чем же они там думают? А может, в этом, в этом и есть умысел? Да какой может быть умысел? Итак, в городах хлеб по карточкам. А тогда чего жевать будем, а? Во-во! Пятилетку по коллективизации перевыполнили, а хлеб по карточкам. Нет в стране хлеба. А что это означает? Это означает, что кто-то вредит колхозному производству. А кто может вредить? Ответ один, кулак. Кулаков за два года, почитай, истребили? Истребили. А хлеба все нет. А кто после кулака может вредить? Ответ один, подкулачник. Пришло время истребить подкулачника. А как ты его выявишь? Нет, Катерина Васильевна, поверь моему слову, написана эта статья, чтоб подкулачник себя проявил. Из колхоза побежит, барахло начнет требовать, забузит одним словом, и станет его, видно, как клопа на подушке. Вот тут-то его и начнут давить. Нет, Катерина Васильевна, не буду я никакой жалобы писать. Вернусь на железную дорогу, переезд подметать. Там хоть в казенной будке живем, а каждые две недели получка. А здесь, окромя голодухи и ареста, ничего не добьешься. Куда ты? А дом как же? Да что дом? Нас с тобой не будет, а дом останется. Видишь какой? С пол-то не дует. Да что ты, ни одна половица не скрипнет. Без единого гвоздя настлана. Буравил отверстие и дубовую палочку загонял. Как, Митя, тепло? Не больно. Не больно. А ты блинчик закладываешь? Какой блинчик? А вот я тебе покажу. Сохранился. Перед топкой на место вьюшки клади. Меньше тепла уходить будет. Сам клал. Без чертежа. Кто там? Ни днем, ни ночью покоя нету. Не шуми, тетка. Свои. Оперативный отряд. Отвыкай. Командир отряда Карпенко. Председатель здесь проживает? Ага, здесь. Вернется? Доложите, его ждут в сельсовете. Фонарев в больнице. У избы Алёхи на пост. Ну, до свиданеца. Напился, обогрелся. Спасибо. Спасибо. Обожди, отец. Сейчас пойдешь. Васильев, встань в синях. На волю никого не выпускать. Есть никого не выпускать. Ух ты. Нас же. Не как Палакимыч. Сколько лет, сколько зим. Подожди. Подожди, Ефимушка. Товарищ не здешний? Почему не здешний? Здешний, наш, сядемский. Обогреться зашел. Так как же. Здешний или обогреться зашел? Не знаю, как сказать. Прежде в этом доме проживала, а теперь на станции. Документы при вас? А как же. Давай. При мне. Палакимыч. Акимыч. Ага, Палакимыч. Давали подписку о невыезде? А как же. Давал. Почему оставили место поселения? Виноват, товарищ начальник. Да наш он коренной, сядемский. Он и дома сам этот ставил, и печь клал. Печь, ладно. А что, самовольно оставил место поселения? Погано. Придется задержать. Иди. Зачем держать, товарищ начальник? Раскулачили человека. Ну, что ты поделаешь? Ну, со всяким может быть. Мужик тоже смирный. Товарищ начальник. Вот мы с Катериной. С Катериной. Мы сейчас на правление. Мы за него обручаемся. Да он и на кулака не похож. На середняка смахивает. Нет, и на середняка не тянет. О, как маскируются гады. Разговорчики. А я, слышь, ты, тоже печки клал. Погоди. А эта дверца у тебя здесь для чего? Это для свету. Разгорятся дрова, и в горнице сразу же светло станет. Хитроумный ты, мужик. Товарищ. Смотри. В другой раз. Не попадайся. Отставить. Не может того быть. Посмотрите сами. Вот здесь вот. Революционеры в кавычках. Кто писал? Кто писал? Товарищ Сталин. Ха-ха-ха. Отставить! Ты умнее. Ничего не придумал. Крестьянские массы разлагаешь. Снять мешок. Ведите. Давай. Давай. Пошло! 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 Боже, милостью, и за что же? За что? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Ой, пустите! Ой, пустите меня! Роман! Роман! Оно стоит, как чужак! Папа! Давайте, граждане дорогие, помянем Романа Гавриловича и выпьем за его светлую душу сороковой день кончины. Можно к вам? Клим Степанович, радость какая! Дозвольте подмогнуть. Не беспокойся, Семён Иванович. Дозвольте уважать, не виделись давно. Хорошо. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Боюсь вашу сядемку заворачивать, ещё вилами ковырнут, а? Ну как Петра-то Великого, изловили? Ах, ловит. А у нас и без того, дело под завязку. План дали на полную артель, а мужик после вашего головокружения, прямо скажем, из колхоза бежит. Ну что носы повесили? Ну уходит. Из артели чуждый элемент, враждебный нашему обществу. Как, хорошо или плохо? На мой взгляд, очень даже хорошо. А вот те, кто по глупости ушёл из колхоза, те покаются. Но были, были допущены отдельные ошибки. Но их уже вскрыл товарищ Сталин. Ну, не стало Платонова. Ну не стало Платонова. Ну что? Ну что тут особенного? Что же нам без него? Погибать, да? Сидеть и плакать. Не попрекайте нас, Клим Степанович. Парман Гавриловичу мы все гурюем. Нет в этом ничего зазорного. Хороший был человек. Не по своей вине приставился. А по чьей же? По вине районщиков, которые с мирного сядемского мужика довели до топоровой драколья. Совершенно. Совершенно, Екатерина Васильевна, верно. В списке позоривших район горе-руководителей будут обнародованы. Не скрою, среди них и фамилия вашего председателя колхоза Платонова. Правильно! Не так давно партия пригвоздила к позорному столбу таких, с позволения сказать, руководителей в своем решении о борьбе спасибо с искривлениями в колхозе. Вот такие леваки-скривленцы и льют воду на милицию врага. Это Роман-то Гаврилович лил воду. Зачем же его тогда к нам в сядемку направили? Направлял не я. Направлял Горюхин, с которым в данный момент ведут беседу соответствующие органы. При чем тут Горюхин? Директивы-то вы подписывали и о сплошной коллективизации, и о ликвидации кулацких гнезд. Платонов выполнял ваши приказания. Правильно. Платонов выполнял директивы Дагановского. Дагановский окружком, а окружком Москвы. Что же, прикажете в Москве искать виновников вашего бунта? А что? Может и в Москве? У меня вопрос, господин хороший. Да? Скажи ты нам, дуракам, будь добрый. Тихо, не перебивай. Сядь! Погоди. Дадим слово мужичку. Так, а какой же ваш вопрос? Вопрос такой. Совесть у тебя, сука, есть. А ли вовсе сносилась? Ты что, очумел? Опомнись. Ты, Рафич, сядь! Обожди. Научился людям глотки затыкать хромой обрезок. Ладно, я сяду. Спроси, тогда сам этого пупса задаст. А что он к нам в сядемку повадился? Колхозу помогать? Как бы не так, он, паскудник, приезжает в Макаревский сундук сторожить, как бы добро суслады мимо него не проскочило. Дерьма! Сметану собрался с Лизовой. Молчать! Как фамилия? Корнаев. Корнаев. Фамилия как? Мужичок. А фамилия моя Мужичок Корнаев. Че корячишься? Я на этой самой скамейке с Тихомиром пять лет беседовал, а ты? Халява! Дружка моего из дома выбросил? Да смердишь тут, сидишь на людям. Так? Али не так? Мы собрались Роман Гавриловича помянуть, а ты гузно чернильное, покой не кахаешь. Роман Гавриловича нету. Девять дворов в Сибирь высланы, шесть семей сбегли, не знамо куды. Восьмерых вон в кутузку замели, четверых загубили до смерти. Плюс к тому после головокружения двадцать шесть дворов из колхоза выскочили. Ты двадцать седьмой? Нет, я самый первый. Корову спасти успел. Ежели, дорогой товарищ Сталин, по правде да с льготой преимущества одним колхозникам, а нас, единоличных, лишит имущества, уйдем мы из деревни, все как один, уйдем. И останутся тут одни Никудыхина, вроде он, Вавкина. И зарастут дороги в Сядемку-Полыню, и остановится время. И наступит мертвая тишина. И только один Данилушка будет кричать в оврагах, да здравствует, Авиахим! Пошли, Нюрка, от Седова, пошли! Вот и поминули. Смотри себе. Пойдем. Вот доля руководителя. Да. Культуру надо поднимать, Екатерина Васильевна. Выражается при детях, при женщинах. А это что, был сын Платонова? Убилк от ваших речей. А, Екатерина Васильевна, я ведь сам отец и прекрасно понимаю, что такое переполненные детские дома. Пусть поживет со мной. Теплая квартира, три израсцовых печи. Позовите его. Я с ним отдельно поговорю. Я сделаю из него человека. Позовите. 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ко мне не будет? Будет. Будет. Мы сами, без Дагановского, все расставим на свои места. Покойнички терпеливы. Сами сложимся и закажем. Ты что, озябла? У меня сердце озябло. Грехи Смайли, не знаю, что делать. Не то плыть, не то тонуть. Я, я чего пришла-то? Дагановский хочет тебя к себе забрать. Ты большой, ты и решай. Удержать не стану. Кормить будут не так, как я. Каждый день обед будут подавать. Все-таки хозяин района. У него трепечки надо топить, небось, выдержишь. Решай сам. С нами тебе оставаться. Или в район ехать. Как скажешь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ